И снова здравствуйте, наши немногочисленные подписчики! Здравствуйте, друзья! Будем рассказывать о нашем новом выпуске, наверное, тоже о чём все спрашивают. Праздницы, плюсы, минусы. Мы пока не готовы глобально рассуждать о какой-то бюрократической системе США и реформе здравоохранения. Мы расскажем то, что нам показалось очень приятно удивило, либо немного неприятно расстроило в первые пару месяцев, с чем мы столкнулись и что для нас было что-то новое. Во-первых, это душ. Что для нас в представлении душ? Ну, обычно мы себе представляем, даже если говорим о каком-то нашем советском детстве, это вот сверху такая вот штука, под которую можно встать, и она на тебя как бы поливает водичку. Здесь, в США, 90% всех домов, квартир, которые мы смотрели под аренду, либо в гостях, ну, не имеется в виду тех, кто сделал какой-то конкретный ремонт, это будет вот такая фигня, торчащая, в моём случае при росте метр девяносто пять, где-то вот на уровне вот рта, вот, под которую никоим образом не регулируемая, то есть немного вот так вот только вверх-вниз, и вот в которую, наверное, поэтому американцы поют в душе, вот в неё вот хочется петь. У тех, у кого выше метр девяносто, пойте. И это ужас, это дико неудобно, это надо вот как-то под это под стать, подстроиться и... В общем, Женя страдает. Я страдал первые две недели, пока мы тут где-то жили в непонятных местах. В этом месте, где мы арендовали, это, наверное, был один из самых кругольных моментов, за которым мы сняли. Здесь европейский душ, можно это там как-то пододвинуть, подозревать, очень здорово. В непонятных местах нет душа вообще. Да, вот, так что вот это вот один из таких минусов, с которым я столкнулся. Ну, про мои минусы меня больше всего удивило то, что у них вместо пододеяльника просто обычная простыня, которая застилается под низ какого-то одеяла, которое нельзя вот просто использовать, когда спишь. Вот, то есть у тебя в процессе сна это всё сворачивается в какую-то, не знаю, кашу, и получается, что, не знаю, у тебя, грубо говоря, простыня отдельно, которая лежит под одеялом. Вот, одеяло отдельно, и всё это жутко неудобно. А, ещё во многих домах очень любят заправлять вот одеяло, так скажем, вот прям под кровать, и такое ощущение, как будто ты лежишь вот в каком-то коконе. Коконе, да. И не можешь толком не перевернуться, не поднять ногу. Вот, в общем, да, какая-то местная история. Мне кажется, при этом американцы, наверное, бы очень комфортно себя чувствовали в российском поезде, в плацкартном отделении, где не дают пододеяльник. Вот это вот я никогда не понимал, никогда в этом не мог спать комфортно. У них это запросто... Да, но нас спасала, тем не менее, Икея, вот, и где мы могли, ведь, по-моему, единственное место, где в США мы смогли купить комплекты, да, с пододеяльниками. Можно купить одеяло какое-то теплое, но... Ну, то есть, его, как бы, надо будет зато стирать целиком, там, химчистку носить или дома, то есть, что неудобно. То есть, в нашем понятии, вот, пододеяльник — это Икея, вот. Храни их. Шведский бог Тор какой-нибудь, вот, за то, что они есть. Мусор. Что у нас, да, все в одну кучу, выбросили, раскрутив посильнее черный мешок, и улетело. Здесь, здесь так не пойдет. У каждого дома стоит минимум три контейнера, в которые нужно раскладывать мусор. Один из них — это перерабатываемый, recyclable. Второй — это backyard, всякие отходы, листочки, перегной всякий, различные, там, удобрения и все прочее. А третий — это то, что не подходит в предыдущие два. Я это прямо практически выучил, потому что, ну, для меня это было непривычно. Дома стоит у всех по несколько мусорных ведер. То есть, каждый раз, думая выбрасывать какую-то баночку, бутылочку, надо подумать, в какой контейнер ее нужно положить, чтобы впоследствии вынести это во двор и положить там еще в нужный контейнер, за которым потом в среду и утром приедет автомобиль и все это заберет. Хотя наш лендлорд так, может быть, пошутил или просто сказал, говорит, на самом деле, мы все сортируем, но, как мне говорили люди, которые работают на свалочных мануфактурах, говорят, что все это все равно, все валится в один общий короб. Ну, вот для меня это было немного тяжело, как бы, это все. Да, поэтому я Женю частенько, так скажем, ругала за то, что он кладет мусор... Свежепожаренные котлеты, вот, в переработку. Да. Плюсы. Про плюсы. А, про плюсы. В общем, самые большие плюсы начинаются с самых больших порций. И это очень удивительно, потому что поначалу, когда мы ходили в кафе, заказывали одно, два, иногда три блюда, мы просто удивлялись вообще, насколько огромные тарелищи нам этого всего приносили. Просто это невозможно иногда съесть одному человеку даже, не знаю, с сильным чувством голода. С сильным чувством юмора. Даже невозможно. Поэтому, да, это очень приятно. И что самое интересное, еда здесь мне нравится. Здесь очень вкусно. То, что касается вообще больших размеров всего, это большое расстояние для парковки для каждой машины. То есть ты приезжаешь в какой-нибудь магазин, библиотеку, в любое общественное место, и в России, допустим, нужно было парковаться вот так вот, как бы задом заезжать в гараж. Здесь совершенно этого не нужно делать. Там вообще огромное расстояние для таких джипов. И ты просто вот так вот заезжаешь мордой и становишься... Своей мордой. Мне правда очень здорово, сторона больших автомобилей. Да, Женя паркуется практически с первого раза здесь, с твоей мордой. Вот, потому что, вспоминая вот этот кошмар, да, когда задним ходом там на бордюр какую-нибудь параллельную парковку, потому что если ты сейчас не станешь сюда, больше ты не станешь нигде. Нет, пожалуйста, подземный паркинг, все проезжается, разъезжается. Да, есть обратная сторона, что американцы там не имеют параллельно парковаться или как-то там за... Ну, потому что здесь не надо, ну, реально, у всех большие машины, большие дороги, большие паркинг-плоты, большие стоянки во дворе. То есть ты спокойно заехал, у тебя все двери во все стороны открываются, вот, и все замечательно. Это очень здорово. Вот, еще, что мне показалось примечательным, американцы очень вежливы на дороге. И они не столь, наверное, быстрые, сколь московские водители. Потому что можно сравнить, когда ты стоишь на светофоре на красном и ждешь, когда загорится зеленый. Вот в Москве, если ты там заснул буквально на одну секунду, тебе уже со всех сторон начинают сигналить. Нигожа. Вот, а здесь ты как бы стоишь, зажегся зеленый. Кто-то откусывает последнюю порцию гамбургера, кто-то нажимает, отправит что-то там на фейсбук, глоток, пепси-колы и поехали. Да, еще постоял, посмотрел по сторонам, да, и дал газ. Даже как вот товарищ рассказывал наш, когда он кому-то там посигналил, что, мол, поехали ему, прокричали из окна, там, чувак, it's Sunday, сегодня воскресенье, типа. Релакс. Релакс, да, постой на светофоре, там, запасти, откуси и есть. А еще из плюсов, из таких бытовых, это понятие такой американской кухни, я имею в виду в бытовом смысле. То есть она обставлена при... это единственная комната, которая обставлена, когда ты покупаешь квартиру, там, либо дом, либо арендуешь. Это огромные микроволновки, посудомоечные машины, стиральные машины, сушильные машины, это все, вот, размеров, куда можно, вот, представьте, вот, если микроволновка или духовка, значит, это огромная индейка. Для благодарения должна туда спокойно выпархивать туда-обратно еще в живом виде. Если вы хотите постирать, посушиться, то практически, я не знаю, ну, человек туда может уместиться, провернуться, то есть это очень здорово. То есть не надо вот какие-то вот что-то, мелкую моторику какую-то эту развивать. То есть ты спокойно все достаешь, убираешь, и это не какие-то общественные пространства, как мы привыкли видеть в фильмах, когда все приходят, там, сушатся в каких-то космических кораблях. Нет, это все происходит дома, это здорово, удобно, и под это есть место. В апартаментах, то есть, возвращаясь к нашей любимой Икеи, вот эти вот их концепции, там, это 27 квадратных метров, и это наш дом. Но это для американца, наверное, просто не то, что смех, он даже не поймет, как, ну, что это такое. Потому что 27 метров, это, наверное, сумма всех шкафов в доме, которые, если собрать, вот где у нас все разложено. Да, нам повезло, что здесь очень большое место уделяется хранению вещей, то есть, прям, специальные, маленькие такие комнатки. Ну, как в кладовке, наверное, в которые можно вообще уместить, не знаю, все содержимое шкафов. Вот, по крайней мере, мы еще за свою жизнь здесь не купили ни одного шкафа. И, в общем-то, место еще есть для того, чтобы положить и еду, и одежду, ну, и какие-то свои личные вещи. Ну, вот, да, подводя вот так итог, то есть, можно сказать, что в каком-то бытовом таком вот очень уровне в жизни все очень комфортно. То есть, все построено на широте, больших размерах, удобстве и вот отсутствии в связи с этим какой-то суеты. Потому что вся суета, она начинается, когда мало места, мало там времени, возможностей. Здесь, пожалуйста, все открывается, закладывается, готовится, сушится и все здорово. Один из плюсов я бы назвала очень развитую культуру возвратов в США. Когда ты покупаешь какой-либо товар, ты можешь его совершенно спокойно вернуть, даже не называя причину, по которой ты захотел это сделать. Ты просто возвращаешь вещь в магазин в течение, там, допустим, от 60 до 90 суток совершенно спокойно. Просто по наличию чека, либо даже без наличия. Вот. И тебе без разговоров возвращают деньги обратно. Вот. И таким образом ты можешь покупать спокойно очень много вещей, не боясь подобного, что тебе откажут в возврате какой-либо вещи. Да, я делал возврат даже без чека. Я просто, говорит, можно вашу кредитную карту? Да, он ее просканировал. Говорит, а вот ваш чек, я распечатаю, удаляю. Вот ваш новый чек, все, спасибо, до свидания. Потому что ты уже изначально идешь такой с заготовленными ответами. Так, мне это не понравилось, нет, это не подходит. Так, надо что-то придумать, вот такую вескую причину. Тебя даже не спрашивают. Так, а, окей, спасибо. Ну да, вы ничего с этой вещью не делали. Вот ваша карта, вот ваш чек, спасибо, до свидания. Это очень круто. И еще можно возвращать даже нижнее белье. Куда? Куда его можно возвращать? Вот. Да, я не знал. Да, я один раз возвращала. Вот. Поэтому на сим мы прощаемся. Если появились какие-то вопросы, либо захотелось что-то прокомментировать, пожалуйста, добро пожаловать. Да, или какую-то тему хотите, чтобы мы рассказали, может быть, прикладную, или там непопулярную, или где ответов там не нашли на вопрос, пожалуйста, давайте, мы вам что-нибудь расскажем. Ну все тогда, счастливо. Бабайки. Субтитры сделал DimaTorzok